Моя сестра. Были у нас ситуации, когда мы прогорели. Сестра говорит, а точно оно будет продаваться? И знаете, такая ответственность, наверное, фига. Когда тебе становится с собой комфортно, тебе все равно, в чем ты одет, накрашенная, не накрашенная. Мы не сестры, мы просто проект, а это все там Анин муж сделал. У женщины должна быть своя работа образно, да, у мужчины должна быть своя работа. Если машина, должен муж подарить машину. Для того, чтобы ты мужа уважала. Да, первые вложения такие там существенные были, около миллиона. Всем привет, меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. Я основательница салонов красоты руки-ножницы, академии руки-ножницы и торгового бренда ИЛАН. У меня есть партнер, это моя сестра. И я наконец-то ее уговорила прийти ко мне на YouTube-канал. И сегодня мы разберем ее косметичку и я расскажу, какие же продукты она использует. Подписывайтесь на мой канал, обязательно ставьте лайк и я вам расскажу, как же это работать с родной сестрой. Привет, сестра. Давай свою косметичку. Ты все взяла? Да. Тогда заходи, пойдем. Как красиво. В принципе, никаких мероприятий нет, чтобы я не накрасила. Причем, если у нас вдвоем мероприятие, главное накрасить сестру. Вообще, в принципе, в нашей истории это самое главное, чтобы моей сестре было комфортно. Будешь рассказывать про то, как я тебя бесила в детстве? Ну, наверное, я до сих пор бесю. Дышу. Ладно. Хорошо? Нормально, да. Нормально. Не хорошо, а нормально. Итак, у нас сегодня с вами эксклюзивное видео, потому что моя сестра интроверт, поэтому я ее вытянула сегодня силой. На самом деле я младше, сестра старше. Иногда никто этого не понимает, но ей, наверное, приятно, когда говорят, что она младше. Разница у нас очень маленькая, год и 8 месяцев. Весь бизнес у нас вместе с моей сестрой, поэтому и, например, бренд Elan называется Elan, да, потому что Елена Аняна. Когда мы начали работать в Киеве, у нас просто не было даже косметики, с которой мы можем официально работать в Украине. И я сама поехала на завод, сама обговорила, договорилась, мне уже начали присылать тестовые образцы. Мне сестра говорит, а точно оно будет продаваться? И знаете, такая ответственность на меня, фигак. А я же уже не могу заднюю включать? Я говорю, да, конечно, сама. Откуда я знаю вообще, будет оно продаваться? Да, у меня просто момент, я, как правило, стараюсь все максимально предусматривать, хотя бы на 99,9%. Всегда говорю, что если не срабатывает план А, должен быть обязательно план Б. У нас такая бьюти империя. Да, бьюти империя. Мы никого не берем в партнеры, потому что... Мы партнеримся сами. Мы партнеримся сами. Она, в принципе, никого не любит, кроме меня. Я не знаю, сколько мы зарабатываем, честно. Вот когда меня на бизнес разных конференциях спрашивают, сколько зарабатываете, я говорю, не знаю. Сколько сестра мне дала, столько я и зарабатываю. Первые вложения такие там существенные были, около там миллиона. Я как сейчас, просто для меня вот это было так. И сестра говорит, ну смотри, там вот такая сумма, я так понимаю, это мои все деньги, хорошо, и может даже еще не хватит. Были у нас ситуации, когда мы прогорели, мы привезли бренд, начали его активно продвигать, промоутировать. И на каком-то этапе, понятное дело, что да, у нас есть определенная репутация, мы популярны. К этому бренду начали обращаться другие, в общем-то, предприниматели, которые хотели таким же образом привозить и продавать. А у нас эксклюзив. А у нас эксклюзив, да. И нам написали, что так и так эксклюзива у вас не будет. Вот, ну а смысл продвигать тот бренд в ракурсе, которого у тебя нет эксклюзива, и мы просто от этого бренда отказались. Но у нас его был целый склад. Огромный, в огромном количестве позиций. И мы понимаем, что, но мы уже не... Его не продадим. Да, чтобы его продать, нам нужно продолжать вкладывать в рекламу. Смысл вкладывать в рекламу нет никакого. И из-за этого мы его просто вот чуть ли не за копейки продаем. Даже ниже себестоимость. Ниже себестоимость. Вот чисто... Зато у нас есть теперь дизал. Да, у нас это зацепило, конечно же. Мы понимаем все недочеты того бренда. И мы сделали просто лучший бренд. И всю клиентскую базу мы перевели на свой бренд. И тот бренд, кстати, никто в конце концов из предпринимателей не взял. Ну, потеряли. Относительно косметики, здесь в основном все лам процентов 80. Если мы возьмем карандаш для бровей. Карандаш мой любимый L08. L08 это... Его для меня сделали специально. Это карандаш конкретно для моей сестры. Потому что, видите, у моей сестры у нее всегда загорелая кожа. И даже когда мы делали тональные крема, она постоянно говорит, боже, кто такие светлые тона покупает? А я говорю, это ты такая темная. Люди намного светлее. Самое главное, я хочу сделать что-то такое, что потом оставит за собой свет. Я хочу сделать какой-то крутой инновационный продукт. Мне не важно, сколько я на нем заработаю. Вообще, я намного больше трачу. В самом деле, в свои креативы могу там тысячу долларов потратить, платье пошить, сделать фотосессию и все. И оно там у меня будет где-то висеть. Поэтому у меня было много чемпионатов, которые вкладывало очень большое количество денег. Сестра занимается всеми техническими вопросами, а я уже занимаюсь какими-то креативными моментами. Поэтому у нас все 50 на 50. Аня очень идейная. И моя задача просто эти идеи правильно структурировать. Поэтому я иногда задаю, а ты точно уверена, что это будет работать? Или а ты точно не уверена? Поэтому вот так и живем. У нас два классных, кстати, креатив один. Был лазер вагинального омоложения. Это первый, наверное, лазер, который появился в Украине. И нам нужно было придумать ему какую-то рекламу. И я предложила сестре нарисовать двух котиков. Одна такая страшненькая, старая. А вторая такая маленькая, милая, пушистая. И было написано, а твоя какая? Было ярко запоминающаяся. Кто-то взял эту рекламу. Один в один такую же. Нарисовал в центре большую вагину. И сделал у котиков лазер из глаз. И поснимал политическую рекламу. И развесил вот это. И пожаловался на нас, как будто бы мы сделали эту рекламу. Мы это предугадали и заранее во все инстанции написали. Мы, конечно, написали все. Там написали, кто знает людей, которые спортили нам рекламу. Вознаграждение 50 тысяч гривен. У нас сайт вообще просто взорвался. Все заходили на сайт посмотреть. Но нам это вышло в плюс. Нас очень часто заказывали. Если вам, кстати, интересны такие истории, истории с бизнеса, обязательно пишите в комментариях. И мы еще раз сестру позовем ко мне на YouTube-канал и что-то интересное с вами снимем. Это маска для бровей. И, кстати, сразу видно, что поюзанная. Брови мне делает только сестра. Потому что она знает, как я люблю. Но в последнее время я использую маску. Это маска минутка. Ты нанес? Маска минутка делаю дома сама. Это мой тест-эмпл-тест. Я его буду тестировать. Это ампул или фидик. Да, ты можешь показать. Который наносится на брови. Если меня спросить про брови, я могу рассказывать 286 часов. Поэтому лучше не спрашивать. Единственное, что я скажу. Здесь компонент, который называется МЭА-18. МЭА-18 – это тот компонент, который находится в нашем верхнем слое волоса. Он называется F-слой. И он его восстанавливает. Как есть мазь-спасатель. Вот так ампулы-липидик. Для того, чтобы вы лучше понимали, вообще, в принципе, с чего мы начинали. Мы жили в городе Сиги. Это маленький очень город. И мы учились в одной школе с сестрой. И сестра у меня всегда такая суперумная была. Она очень талантливая. Она умела рисовать. Ну, в принципе, она много читала. А я такой. В детстве еще моей маме врач какой-то сказал. Да не трогайте ее. Вот как она будет там развиваться. Дай бог, чтобы выжила. И все будет с ней нормально. Гель для бровей. Средство, да. Это то, что я тоже без него не выхожу. Даже если я брови не накрасила карандашом. Это элан. То гель обязательно. Патчи под глаза. Обязательно. Каждое утро. Каждое утро. Перед пробежкой. Точно так же и я. Я тоже бегаю с патчами. И мой муж. И мне кажется, если бы собака могла, она бы тоже наносила патчи под глаза. Реально классная вещь. Нанес. И никаких отеков. Потом мы переехали в Донецк. И в Донецке я уже начала делать макияж. А сестра работала. В университете преподавателем. У нас была мысль первая, либо открывать школу английского языка, так как, собственно, я была преподавателем, да. Либо салон красоты, так как Аня уже была визажистом. То есть у нас было либо-либо. И сошлись все-таки на красоте. Расскажи, как проходит твое утро людям. Люди должны это знать. Утро мое стандартно начинается где-то в 5. Каждое утро сестра бегает? Каждое утро, да, я бегаю по полтора часа. Это обязательно, это дисциплина, это дисциплинирует. Далее 356 вариаций крема. И дальше макияж минутка. А после макияжа минутки идет завтрак. И вот тут это важно. Потому что сестра не ест мясо сладкое, жирное. Никакие хлеба булочные. Яйца два раза в неделю. Творог один раз в неделю. Правильно я помню? Да, да, да. И вот если мы приходим в гостиницу, и там, не дай бог, завтра... Яйца? Яйца. Все. День у меня испорчен. Испорчен у официанта. Поэтому они узнают, что такое 5 звезд. Часто, кстати, пишут, что мы не сестры. Мы просто проект какой-то там московский. Нашли двух девочек. И их там раскручивают, не вкладывают. И некоторые пишут, а это все там Анин муж сделал. Муж у меня появился 5 лет назад. И он пришел в руки-ножницы на стрижку. И его привела его девушка, моя клиентка. Два года мы не встречались. Он ухаживал. Не встречались. Потом у него еще одна девушка появилась. И она тоже была клиенткой руки-ножницы. И он просто присылал там цветы. Ну, поздравлял на разные мероприятия нас в таком, как в дружественном формате. А потом уже я вышла замуж. Но я себе четко установку поставила. У меня был чемпионат мира. Что я приезжаю с чемпионата мира и выхожу замуж. Наверное, во сколько ты? В 20 лет, наверное. Но вообще я всегда смеюсь. И мужу говорю, что я с ним ровно половину своей осознанной жизни. Даже была ситуация, кстати, Антону главное, чтобы не смотрел это видео. С сестрой, кстати, знакомились мужчины. А она говорит, не, я замужем, но у меня сестра есть. Вот ее номер телефона. Звонит мне мужик какой-то. Говорит, ваш номер мне сестра дала ваша. Вот меня зовут так-то, так-то. Сестра говорит, да нормальный. Был одет не очень, но там часы дорогие, тапки из питона. Ну, короче, нормальный. Все, чик-чик. Вот у меня парень такой был в конечном итоге. Тональный крем Илан. Единичка, тройка. Вообще я всем девочкам советую использовать всегда два цвета. Потому что летом у вас один цвет кожи, зимой другой цвет кожи. Так вам каждый раз надо подбирать цвет. А когда вы взяли светлый и темный, смешали между собой в равных пропорциях, например, или в разных пропорциях, и вы получаете разные оттенки. Сестра пользуется только Илан. Когда вы покупаете, кстати, себе тональный крем, консилер, берите чуть-чуть желтее. Темнее и желтее. Потому что нам нужно с вами перекрыть синячки под глазами. Многие думают, что наоборот, я возьму посветнее светлый консилер, и потом ваши темные синяки под глазами становятся ярко-голубыми. А вот чтобы этого не было, нам надо взять желтый оттенок. Мой муж вообще не вмешивается в бизнес. У меня своя жизнь, у него своя жизнь. Я бы никогда не смогла работать со своим мужем, потому что у меня муж такой же, как моя сестра по характеру. И если я под сестру готова подстраиваться, то под мужа не готова подстраиваться. У женщины должна быть своя работа образно, да, у мужчины должна быть своя работа. И лучше, чтобы они не соприкасались. Но обязательно мужчина должен таким же образом быть увлеченным, чтобы были общие интересы и было о чем разговаривать. У нас вообще каждый вечер с мужем мы ходим гулять с собакой, и у нас такая игра с ним, сел на час. Я ему говорю, вот у меня вот такая ситуация, например, там с сотрудником, как бы ты сделал? И он рассказывает, как бы он сделал. И точно так же я рассказываю, как бы я сделала в его ситуации. И нам поэтому всегда интересно с ним. Бронзер, он же скуловой корректор. Hourglass, это любимая фирма. Мы в Америке покупали. Да, моей сестры. И только в Америке покупаем. Лакшери бренд. Сколько приблизительно стоит? Ну, около 50. 50, да, 50 где-то долларов. Это такой, знаешь, как бренд одежды, очень дорогой и очень элегантный. Я вообще считаю, что наши личные дела должны закрывать мужья. Вот это правильно. Если машина, должен муж подарить машину, да. Если там какая-то покупка, начиная там от айпада, компьютера, ну, какие-то такие более, да, финансовые вложения, это покупают нам, дарят мужья. И очень важно вдохновлять своего мужчину, чтобы он хотел это делать. Для чего это нужно делать? Для того, чтобы ты мужа уважала. Да, 100%. У нас в этом плане все расходы домашние, все перекрывают у нас мужчины. Чаще всего задают вопрос, ругаемся ли мы. Вот на данном этапе жизни мы уже не ругаемся. Вообще. Вообще не ругаемся. Раньше были такие ситуации. Я просто очень вспыльчивый человек. И я такой человек, что вот даже с мужем своим мы только начинали встречаться. Там поругались. Он сказал, помой кружку. Я сказала, все, кружку мыть не буду. И я уже вещи собрала. Да, и он говорит, в смысле, все, я ухожу. Ты мне приказываешь, что мне делать. У меня еще такой есть минус в том, что если я обиделась, то я могу долго не разговаривать. Не разговаривать, обижаться. А сестра, она хорерик. То есть она может сразу наругаться. Там даже еще, я только говорю, а давай? И еще не успеваю договорить. Она говорит, нет, это плохая идея. Все, мы это делать не будем. Потом она быстро остывает и говорит, не, ну, давай. Поговорим там с тобой. А я в сангвиниках хорерик, у меня изначально все на веселе. А потом, если я уже завелась, то я начинаю, мне уже кажется, что все, жизнь окончена. Я с этим человеком вообще никогда жить не буду. И вот здесь, конечно, плюс был моего мужа. Столько вещей, раз, сколько я собирала вещи на первый, ну, первый месяц, наверное, нашей жизни, не собирают люди за всю жизнь вещи. Причем это было везде там. В Турции. Все, я собрал вещи, ухожу. Куда ты уходишь? Мы в горах. Двенадцать часов ночи. Говорю, что ты меня не останавливаешь? Он говорит, что я должен делать? Я говорю, ты должен меня говорить. Не уходи, пожалуйста. Останься, давай помиримся. И, наверное, за счет вот этих моментов я уже переросла. И поэтому мы уже, в принципе, у нас нет никаких там особо конфликтных, вообще нет у нас на самом деле конфликтных историй. Сложный макияж мне всегда делает сестра. Я полностью доверяю. Как хочет, так и делает. Ой, поверьте мне, только садиться на макияж, так, белый мне не наноси, черный мне не наноси, это сюда не наноси, а эти почему тени краснят? А так я тебе полностью доверяю. Ну, в последнее время у меня вопросов нет. Да, в последнее время, потому что все быстро надо делать. Поэтому думает, ладно, господи, и с таким пойду. Были у тебя комплексы какие-то? Да, единственный мой комплекс, это мой рост, метр шестьдесят два. Все думают, что я очень высокая, поэтому я научилась ходить на высоких каблуках. Вот, и поэтому никто не замечает. Вообще, как ты считаешь, вот красота и счастье, это связаны между собой понятия? Нет. Счастье – это твое внутреннее восприятие окружающего мира. И когда тебе становится с собой комфортно, тебе все равно, в чем ты одет, накрашенная, не накрашенная. Вот когда ты поняла, что тебе с собой комфортно? Наверное, на этапе, когда я поняла, что у меня действительно есть мозги, которые работают. У меня сестра умеет краситься хорошо и сама. Потому что, во-первых, она была на большом количестве мастер-классов вместе со мной. Во-вторых, у меня сестра чемпионка СНГ по макияжу. Я как-то участвовала в чемпионате, должна была ехать. И меня исключили из сборной, потому что я в этой номинации уже выигрывала ранее. И за три дня мне говорят, все, ну как бы ты участвовать не будешь. У меня модель, платье, все готово. А сестра ехала со мной просто Питер посмотреть. Я говорю, слушай, сестра, давай ты поучаствуешь вместо меня. Она говорит, ну давай. Мы в гостинице, потренировались. Правда, потренировались начнем с того, что два дня подряд с самого утра до самого вечера. Ну потренировались. И ночью рисовали даже. И сестра заняла первое место с отрывом 18 баллов. У меня вообще сестру можно уговорить на самом деле на все, кроме как съесть мясо. А во сколько ты лет начала краситься? Я не помню, кстати. Где-то в 13-14. И мне мама, кстати, запрещала. Но дочери своей я не запрещаю. Я наоборот только поощряю. В 6,5 лет сестра дочка установила рекорд Украины как самый маленький визажист. Я ее, кстати, тренер. Что, сестра, у меня есть к тебе подарок. Сейчас я... Я каждому своему герою дарю какой-то предмет из косметики. Так как ты особо губы не красишь, я тебе купила по-богатому. У них бестселлер у Диора. Как раз расскажешь, как тебе... Расскажу. Ну и плюс красивая упаковка. Как раз я у тебя бальзама не видела. Вот тебе будет бальзам. Спасибо большое. А еще я тебе принесла маленький подарок от себя. Я для тебя сделала хайлайтер специально твоего цвета. Спасибо большое. Это у нас такой будет вскоре продукт. Будет называться «Слезы бывшего». Кто не знает, я учусь в магистратуре на косметичной химии. Поэтому дома иногда бывает варю и брески, и бальзамы. Для себя мне просто это очень интересно. Спасибо большое. Спасибо, сестра, что ты меня выдержала. Я надеюсь, что вам было интересно. Если вам интересны еще какие-то темы, обязательно пишите в комментариях, ставьте лайк, колокольчик, подписывайтесь, мне будет очень приятно. И до встречи на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok